Здравствуйте, мои маленькие любители олдскульных игр Это я, конечно, приветствие придумал, молодец В эфире бородатые игры, а точнее, лайт-версия Если вы подписаны на мою группу ВК, а если нет, то немедленно подпишитесь То вы знаете, что этот выпуск я собирался делать по вашим, что называется, заявкам То есть выбрал случайную игру в комментариях Но, может быть, не совсем случайно, просто полистал комментарии и выбрал ту игру, которая мне пришлась по вкусу С которой у меня связаны некоторые ностальгические воспоминания и т.д. и т.п. Поэтому сегодня встречайте Уилрак Рак My Russian accent has never been stronger Поехали Как я уже говорил, меня с этой игрой действительно связывают ностальгические воспоминания А дело было на новый 2005 год Прямо в канун этого праздника мне подарили уже не помню кто То ли брат, то ли тётя, то ли родители Уже, честно говоря, подзабыл В любом случае мне подарили десочек с этой игрой на ПК На что же ещё? У меня ничего другого-то и не было В любом случае, мы практически весь вечер с моим двоюродным братом сидели и проходили эту игру Закончили разве что только к 12 часам, когда как раз началось выступление нашего царя Который задвигал свою ежегодную телегу со словами Этот год был непростой год, но следующий год у нас большие амбиции, всё будет хорошо Вы держитесь там, просто денег нет хорошего настроения В любом случае, вечер был очень хороший и благодаря этой игре в том числе Хотя кто-нибудь и может сказать, что это по сути клон серьёзного Сэма И отчасти даже будет прав, давайте всё же не будем спешить с выводами Обо всём, как говорится, по порядку Во-первых, игру издал Ubisoft Тут вы такие напряглись Нет, в этой игре вышки захватывать не надо Всё-таки это олдскульный шутер Разрабатывался же проект компании Cyber Interactive Чего ещё они сделали? Ой, а вот я сейчас открою Википедию и посмотрю Так, что-то у нас Time Shift Битва за Лос-Анджелес Какой-то инвежу О, Quake Champions Pilt вместе с ID Но конкретно ту игру, о которой мы сегодня говорим Они выпустили ещё в далёком 2003 году И вы не поверите Точнее нет, скорее я не поверил Когда увидел, но здесь есть несколько строчек сюжета Ведь я не обращал на него никакого внимания Ни в далёком 2005 Ни сейчас, когда сел проходить ещё раз Ибо вы можете на него просто забить и ничего не потерять Но я всё-таки расскажу Опасайтесь спойлеров Короче, жил да был студент-археолог Вилфорд Роквелл Ну вы поняли, да? И тут так как бы название игры Вилл Рок Короче, сокращение такое Ооо, как они придумали лихо, да Ага Который внезапно, ни с того ни с сего И неожиданно сталкивается с группой фанатиков Под названием Я всё это сейчас впервые читаю, ребят Мне это реально не интересовало Олимпийская армия возрождения Make Olympic Games Great Again Но на самом деле нет Несмотря на мою личную прямую ассоциацию с Олимпийскими играми Эта организация хочет вернуть к жизни мифологических греческих существ Из Зевса Зачем? Ребят, тут не написано Но это всё цветочки и мелочи Ведь на самом деле параллельно они совершили страшное Похитили самочку главного героя ООО Какие негодяи Ой, короче, нам придётся искать принцессу в другом замке Еще по ходу дела Уильям как-то случайно вернул к жизни Титана Прометея, ну видимо не ту кнопку нажал, за что тут потом ему помогает. Как? Продает ему за голду суперсилу и говорит Find the key. Задача наша проста, прийти и навалять Зевсу. Такое ощущение, что про God of War сейчас рассказал. Ну как вы поняли сюжет здесь сложный и драматический, теперь давайте перейдем к тому, что же из себя представляет сама игра. Да, как я уже говорил, все сравниваю с серьезным Сэмом, конечно же, в пользу последнего. Повторюсь, это достаточно справедливо, потому что эта игра является по сути его полным клоном, за исключением той разницы, что здесь местодействие происходит как бы в греческих декорациях, в то время как в серьезном Сэме весь экшон происходит в Египте. В туточке главный герой, конечно же, не так крут, как Сэм, хотя лично мне Сэм тоже особо не импонировало, я всегда считал его каким-то внебрачным сыном Дзюка Нюками, опять же, последний, на мой взгляд, гораздо круче. Называется к вопросу, кто у кого и что подтянул, но впрочем, в этом видеоролике это не имеет никакого значения. Что я хочу донести? Несмотря на то, что Уилл-Рок так похож на Сэма, это не делает его плохой игрой. Особенно спустя все эти годы, потому что номинально мы имеем дело с олдскульным шутером. Очень бодрым, атмосферным, динамичным и мясным. Вы знаете, это как боевик 80-х со Шварценеггером или Сталлоне. Я сейчас начну перечислять все, что есть в этой игре, вы будете удивляться, насколько все это клишировано, и при этом это чувство будет смешано с ностальгией, потому что сегодня так уже практически не делают. Всего в игре 10 уровней, которые, кстати, визуально друг от друга неслабо так отличаются. В основном эти уровни состоят из арен. Переходите с одной арены на другую, и всюду вас ждет жесткое мясо. Кстати, да, к темпу игры приходится привыкать, потому что здесь все происходит очень быстро, вам приходится постоянно крутиться на месте, врагов целая тьма, все рвутся вас атаковать, вам нужно постоянно стрейфиться, прыгать, стрелять во все стороны. Короче, если хотите подточить свой скилл для какой-нибудь контры, здесь это можно вполне недурно сделать. Потому что Уилл Рок требует прокачанного спинного мозга. Только представьте себе классическую ситуацию в этой игре. Вы входите в локацию и понимаете, что это арена. Всюду разбросаны аптечки, броня, в огромном количестве патроны. И в самом центре лежит новая пушка, которой у вас еще нет. И вы знаете, что будет, как только вы ее подберете. Вы знаете, но все равно идете и подбираете ее, и случается неиспежное. Со всех сторон поднимается целая орда врагов, которые начинают вас рашить в ту же секунду. А типов врагов здесь действительно немало, только на перечисление уйдет довольно много времени, но все они, конечно же, имеют отношение к греческой мифологии. Опять же, все противники выполняют свои собственные роли и очень сильно отличаются друг от друга. Например, скелеты несутся на вас, как угорелые скопьями, иногда метаются ими, но их крайне легко убить. Минотавра же совсем другое дело, потому что если вы его убиваете, то из его кусочков появляется еще пара минотавров поменьше. Стало быть, в эти кусочки мяса лучше стрелять заблаговременно, пока они еще не сформировались в новых врагов. Есть также враги и неподвижные, статуи, которых вы можете случайно не заметить в разгаре боя, или принять их за декорацию. Но потом выяснить, что они вас все-таки атакуют и наносят дополнительный урон. А когда урон летит со всех сторон, у Рифма, то умереть становится очень просто. Понятное дело, что новые враги, как и новые пушки, появляются в процессе прохождения. К слову, об оружии. Тут, конечно, стандартный набор джентльмена 90-х. То есть практически все те пушки, которые мы видели во всех других играх того времени, но в своей собственной обертке. Так, например, вместо ножа у нас есть лопата. Ну, правильно, археолог же, почему бы и нет. Пистолетик, само собой, с безграничным боезапасом. Далее, дробовичок, автоматик, арбалет с оптическим прицелом. Да, он тут вместо кемпы. Само собой, куда ж без гранатомета. Есть и кислотная пушка, которая раздувает врагов. Есть и замораживающая пушка, есть шестиствольный пулемет. Действительно, как это в олдскульном шутанее без шестиствольного пулемета? Ну чё, ребят, ну в самом деле. Ну и, конечно же, местные БФГ тоже присутствуют. В прохождении же особо сложных моментов вам могут помочь суперсилы, которые здесь также завезли. Как я уже говорил, их надо покупать за золото, и лучше их беречь всё-таки для боссов. Ну, по крайней мере, повреждения Титана. Эдакий местный КУАД ДЕМЕДЖ. Собственно, я не пошутил, когда сказал КУАД ДЕМЕДЖ, ведь он увеличивает мощность оружия в четыре раза. Далее, неуязвимость. Полезно, может быть, в некоторых моментах, особенно на аренах, когда вас уже со всех сторон обложили, вы такие, «Её, господи, что же делать?» Эта штукенция даст вам возможность не получать урон некоторое время. Ну и дальше, движение Титана. Замедляет все процессы в игре, скорость стрельбы, движение врагов на самом деле полная дичь. Довольно бесполезная, как лично по мне. Потому что если бы вы сохраняли свою прежнюю скорость, в то время как все остальные были бы замедлены, тогда окей, нет вопросов. Но здесь-то замедлены все, и единственное преимущество, которое это вам даёт, это возможность точнее выцеливать в слоу-мо, что по сути-то и бесполезно. В общем, вы перемещаетесь себе по этим уровням, переходя с одной арены на другую. Иногда, чтобы пройти дальше, нужно убить всех врагов. Иногда нужно нажать какой-нибудь рычаг или find the key. Ну и в некоторых особых случаях вам надо запустить самого себя из катапульты. Да, тут так можно. В общем, совершенно линейный игровой процесс, который, как ни странно, не слабо затягивает. Потому что всё сделано довольно добротно. Графика для 2003 года была вполне себе. Музыка также отлично вписывается в тему, декорации не подкачали. Играть интересно и весело. У игры действительно есть атмосфера, что очень приятно. Так что если вы наиграли с серьёзного Сэма, Пэнкиллер и вообще любите игры данного жанра, то поиграйте и в это. Если до сих пор не пробовали, я думаю, что вы не пожалеете. Единственная только неприятность, которую я должен сегодня отметить, это проблемки с текстурами на Windows 10. Они местами глючат и просвечивают, что не очень приятно. Я, конечно же, вроде бы как решил эту проблему, но всё равно не до конца. Кое-где местами появляются артефакты. Ядрить их в корень. На заметку, если вдруг установите игру, проблема практически полностью решается в панели управления NVIDIA. Но не совсем до конца, что в общем-то играть на самом деле не мешает никак. Так что, что бы там ни говорили по поводу того, что World Rock очень похож на серьёзного Сэма, я всё равно рекомендовал бы вам в него поиграть. Выдержанный в старых традициях, атмосферный шутер, то, что надо, если у вас вдруг стоит где-нибудь очень дряхликий комп, на котором хочется поиграть во что-то пристойное. Потому что я практически уверен, что эту игру пробовали далеко не все мои зрители. Вот и всё на сегодня. Надеюсь, вам было интересно поностальгировать вместе со мной. Напомню, что вы можете предложить свои собственные игры в комментариях. Я действительно их читаю. Конечно, я не могу угодить всем, но постараюсь выбрать для вас что-нибудь интересненькое. А пока что не забудьте подписаться на канал, ну, пожмякать на все эти классические кнопочки, которые вас просят пожмякать все видеоблогеры группы ВК, Твич-канал, ссылки там вы найдёте где-то внизу. Обязательно подпишитесь, сделайте меня популярным видеоблогером. Я с вами прощаюсь, это были Бородатые Игры Лайф, пока. Субтитры сделал DimaTorzok